привет друзья кролиководы любители мои любители не забываем нас и больше но мы любители ребята спасибо за поддержку последнее видео что выбросил почитал посмотрел спасибо что поддерживаете дали добро будем снимать все дальше но там самое главное всех беспокоить чтобы я не бросал кроликов ребята вы чего а как без них как без них вообще столько забабахать и потом что бросить их еще не другое начать строить и жизни не хватит сегодня сейчас вот начало палец клеточки да там перенял такой опыт у артема по понедельникам по понедельникам нужно обжечь клетки просто обжечь вот смотрите вот сейчас клетки лёг покажи вот сейчас тут клетка да вот этот весь пух это ровно за неделю это это мало это сейчас на них полностью загружен маточная вообще там сильно сейчас мама покажет да ну так опаливал опаливать и знаете как меня пробивает она даже книг мысли лёха по поводу по поводу еще один такой один нюансик ребят спасибо тем кто внизу этом такой сделал да это не попрошайничество ребят просто неинтересно составит и я поставил донатку донатку до тем кто перекинул я там подписал так зарплату оператору лёшки пообещал сыну который помогает а поначалу у нас было видео снимали помните я сказал лёха придумал давай снимем скинем я ему поддержал все дай попробуем а когда уже это пошло теперь лёху лишний раз на гульки собрался я пустой давай чем-нибудь снимем уже так и поэтому теперь я сделал так вот донатка написал там брали ну и народ кто-то приписывает там леонид привет спасибо алексей там и вот народ кто что-то скил ребят обещаю ни копеечки не трону все это будет лёшкина но это так чуть отошли ну смотрите недавно видео там есть канал такой дом деревни максим я уже упоминал да и я что-то сейчас вот опаливаю клетки и мысль такая мысль там я максу подарю клеточку такая на 4 маточных отделений человек только начал заниматься допускай поюзает попробовать ну все равно я был подарил такую клеточку как маточную ребята почитайте штамму что происходит это жесть плане того там меня и 1 5 хотели а может 1 10 не знаю потом там меня и судить хотели за такие клетки кролику требуется душа и кролику требуется простор ребята я там я просто читать поначалу еще пытался что-то ну людям донести что ребяту да ну о чем говорить это в сссерских книжках были большие клетки по метру ну да согласен фландеру резину там большую клетку но вы посмотрите на да вы чего там слушать вообще никто не захотел меня ребят и мне понравилось вот один знакомый мой товарищ вдруг написал в народе чем больше таких крыльководок далеких от крыльководства тем больше нам работникам на мясо больше работы ребят это в самом деле так и описать перестал ну какие клетки на метр ну ну там и начали писать я ответил просто если ему требуется простор а самое главное от того что клетка больше кролик счастлив и у кролика от этого вкуснее мясо но это все это теперь то что в маленьких клетках на сетке отвратительный кролик там ужасно да но тоже время могу вам сказать для тех кто еще ни разу не коснулся вот этому я могу объяснить что кролик вот допустим да я находил точки я привозил человеку человек первую очередь берет достает кролика и смотрит у него лапку знаете да там на рынке там лапка она нужна фон творит лапку я когда-то мне рассказывал об этом не знаю но смысл такой что он смотрит лапку но для меня это как бы ну смешно я думаю я еще решил подкалывать дружище это чё думаешь котов подсолнула слышали от времена детей нахрен мне твои коты сейчас кота тяжелее поймать чем кролика развести я другое смотрю и расширь смотришь он говорит как кролик содержался и какого состояния он будет мясо и внутренности так что ребят но вот вот кролики те которые сидят вот на сеточке да вот я что просто опалил просто вверх сегодня палил да вот я даже кроличка когда забью когда кроличка зови посмотрите на его лапы но это чуть подпалил товарищей как бы ну вот вот посмотрите на его лапки это кролик содержащийся на сетке посмотрите на его лапах идеальный вот вот и теперь представьте очень много понесло понесло потапа понесло но не давайте я буду сейчас тут потихонечку возиться и буду вам рассказывать пойдет таком формате но это две две вещи неотъемлемые для кролика вот это писать еще лопатой большая тачка ну ладно смысл такой что много много пишут спрашивают ребята у меня на мое отношение к этим польза такое обращение стройки вообще у меня вызовите какую-нибудь патруль ну вот а то смотрите отношение мое непосредственно к эксплуатации то есть содержанию содержанию больших вольерах содержанию в этих ямах да ребят я здесь не советчик у меня понятие одно что кролик должен быть контролировать я знаю что в ямах там делают там определенную случку самец живет самец и живет следки там кидают определенное время но я этого не представляю вообще потому что вот смотрите сейчас у меня от роллы да у меня самка я вам объяснял из-за этих тармов из-за жары все до кучи у меня же самых много абортировала но никак не абортировала были немного немного 018 я говорю у меня там 6 окравилось и всего ну попаду сзади ну ладно но и смысл такой что вот представьте в яме яме где человек выбрал сделал какой-то этот маточная там самка сама вырвала или какой-то искусственное сделали да и в этот момент окралились крольчата окралились крольчата но как вы вообще это контролирует как вы вообще это видите да визуально ну у вас нет ни учетности не подотчетности вы не видите что там она принесла она могла принести 8 трупиков и 5 хороших но представьте в гнезде будет лежать 5 трупиков ну этом 8 плохих сам и 4 5 хороших но представляете сами как это происходит и получается что когда нет контроля когда не контроля у вас нет само собой учета учета плюс если уже большое количество как я видел некоторые делаю большое когда количество кроликов я летом содержится то здесь проблема кто-то папа с мамой сыну это мельчание все вот здесь я вообще не понимаю плюс грязь самое такое хреновая грязь вот меня тут в ухе задолбали но это как бы ерунда мне сейчас я там заказал мне сейчас не стоит вентилятор там сейчас будет урок это и ни хрена не будет слышно опять меня будете ругаться и получается что заказал вот эту хреновину такую только огромную вот как придет я вам покажу вот такая штучка но вот я не знаю от муха от пухи дня курицу посоветовали в рядах ними но поэтому я говорю я к этим всем вольерам ко всем ям отношусь ну хотите пробуйте не хотите не пробуйте я как бы знаете насчет этого вообще не заморачиваюсь но сам для начинающего может быть как многие пишут я вот начинающий крыльковод чаще всего вопрос я начинаю крыльководов хотел я бы вырвать раньше так содержать хорошо а при вакцинации так чуточком и психологии здесь вот вчера за два дня с супругой прошли здесь молодняк там молодняк мы прошли провакцинировали достали каждого провакцинировали и все при этом прекрасно каждого карточка уже молодняка карточка мамки все они меня будут пересаживать я буду четко знать что где когда и с кем и почем и какой вес а я бы я скорее всего считаю за это я бы больше идет ну просто для домашнего когда реально туда сниму видео видео много в ютубе люди даст один содержится все у них там что-то получается я не буду новыми спрашивайте мое мнение я вам свое мнение как рассказал но вот и чем-то занимаемся и разговоры опаливаю так просто нужно опаливать просто пух пух потому что чем больше скопление животных тем больше всяких болячек а болячки в основном переносится вот этим вот как раз пухом и ничего страшного что у кого-то там ушки припалятся товарищи от этого уже не станет но но это может возразить борцы борцы за животных вот такая вот штука по поводу вольера вольер то же самое ну представьте выделить участки как я понимаю загон надо все огородить я знаю там правильно нужно ты можешь я удаляю загон в этом загоне получается нужно все огородить и плюс не просто огородить я знаю там делаю вкапывают столбы скапывают шифер на землю кладут определенную сетку это все для чего ролик такое животинка животинка которая очень хорошо копает копает норы и просто сбежать с какого-то территории но представьте опять же ту же территорию да ну вы скажете ну я территорию поцарай тоже отдал ну да я не я не знаю как это происходит я там по видео я еще тот ютубер просто подай мне пожалуйста это получу дальше тот ютубер я так же включаю смотрю что-то интересует меня я посмотрел вроде как все я умный я вот прям вчера посмотрел как логина считаю сразу советую но вот получается что здесь я как вам говорю я не сильно против но опять же от коксидиоза прививки вакцинации я не так же подохну как и на боли если это не перевивать поэтому ну тут стоит задуматься стоит ли это делать стоит или не стоит процедура там 10-15 минут да много не знаю но вы не путайте не путайте это не именно дезинфекция клеток и уборка это просто уборка пуха не более это обязательно это обязательно требуется вот нам просто ставлю вот так и по аналбанку пух только обжечь пух пух это самый главный разносчик всего дерьма так вот забивает лишний раз чихать начинать я даже следил за это блин там чихать там чиху там чиху на это кушать пуши пуши прячем прячем ушки но даже просто смотрел самочек сидят сразу чихать начали а пуха много вот самом деле смотришь не соплей ничего нет она чешет нос а и неприятно сейчас сам находишься дребедель видите много времени не заняло но эта процедура обязательно так что я сказал эти такой инвентарь у кролика вода должен быть обязательно это горелочка щеточка лопата говнецок кидать и само собой руки руки вот-вот закончили в этом помещении все тут тоже все ещё не все нужно тутkiej больше Paper Free Express boy просто палит на полив не надо там что-то все сейчас уже успокойте я для вас чуть-чуть помучу все помещение нужно все-таки как хотите не хотите а приходится это все делать особенно весенние вот это осенние периоды когда линьки ох это вот это же это же да обязательно сейчас немножечко тут еще влажный уборщик делаем так вот на земле постоянно постоянно пух везде вот сейчас начал только сильнее около вентилятора всегда огромное скопление пуха потому что сюда его стягивает значит начали работать вентилятор запахал в общем такие вот дела ребята а по поводу кролика и его содержание но у каждого есть какие-то свои принципы свои какие-то моральные устои а есть просто непонимание это разные вещи когда этот разный вес ну так творить вот я надо вот вот пуха много плюс бетон хорошо сужается когда есть а вот по поводу нижних скат вы здесь никак не доделал значение если их не поставлю для тебя последнюю вот качки маленький стоят вот она чистенько здесь у них привычка прям вот не знаю если они могут наставить на бетон то это они сделают сделают это обязательно сейчас промою промету все а здесь пуха не будет ну это так это я говорю что я делаю каждую понедельник ну просто почистить знаете как вот пух вся эта репетит уходит и значительно водичку просто гоняется еще и все и тут осталось прополисосить нет сейчас же конечно появится учителя ютуба которые скажут о сашка и метлу держать не умеет не ребят как воду плохо занять заняло у нас это ну пускай полчаса ну 40 минут да пожалуйста пушка нет молчу 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 есть нету все чистенько убрали во первых приятно для себя просто для себя да вот находиться в помещении во вторых все равно это тем еще крыльяководом которым сашка варвар сашка варвар воронков его надо судить за такое отношение к животным а сашка этот блин хреначит на их благо хреначит на следующие видео наверно сделаем с лёшиком по поводу бройлеров жесть конечно да но кое-какие выводы уже могу сделать расскажу что я уже туда впулил как все происходит нового предисловим маленькую такую анонс скажу ну те 31 штучка что брали всем морозилочкой но не все часть мы слушали уже но вот все дожили его сейчас 77 штук следующая партия растет мало сказать одни но они жрут все пошел и матч а и и и и и